В Самаре тепло появилось в 185 медицинских учреждениях города. Первыми согрелись батареи больниц в Промышленном, Октябрьском и Красноглинском районах. Отопление дали и в специализированном доме ребенка «Солнышко» на улице Осипенко, а также в центре для пожилых людей на мехзаводе. Подготовку к отопительному сезону во многих школах города начали еще с июня. Проводили опрессовку, проверяли задвижки, краны, радиаторы и трубы. Сегодня школы готовы к отопительному сезону почти на 60%, детские сады на 63%. Теперь началась работа с многоквартирными домами. Жители должны с пониманием относиться к работе коммунальных служб. К примеру, в домах на улицах Победа и Старозагора работникам несколько дней не открывали двери. В результате часть квартир в подъезде не могли получить тепло. Как быть в таких случаях решили на совещание в департаменте ЖКХ. Выездной штаб навестит безответственных соседей снова, теперь вместе с полицией. Завтра заходят с полицией для того, чтобы вот этой ситуации не возникало. Готовность объектов здравоохранения, где находится постоянно, круглосуточным пребыванием больных, осталось у нас 5 зданий. Мы их точечно, это Вольская 72 назвали, это два здания дорожной больницы по котельным, которые не включены. Плюс у нас была Галактионовская 21 сегодня работает по этому зданию, ну и больница Середавина, три здания. Муниципальные, ведомственные, котельные тоже начали свою работу. Сейчас подключено 40 объектов. К 28 сентября планируется подключить и все остальные. Старую технику приводят в порядок. Раньше теплоснабжение и горячее водоснабжение интерната производилось вот от этих котлов, которые уже и морально устарели, но все равно мы их привели в порядок и они находятся в резерве. И заменили эти котлы на более экономичные, он в количестве одного экземпляра полностью выполняет все функции, заменяет эту всю группу. В полном объеме подключить тепло во все дома и учреждения в Самаре планируют до 7 октября. Валерия Куценко, Максим Гусев, События.